Привет, друзья! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я бы хотела поделиться с вами историей нашего перехода на дневной сон. Также я объединю это с темой самостоятельного засыпания, потому что у нас это практически произошло одновременно. Моим малышам сейчас год и четыре. Я очень боялась того момента, когда будет вот именно этот переход на один сон, потому что это могут быть капризы, может быть сложный переход, но у нас это все оказалось достаточно легко и просто. Хочу начать с того, что буквально месяц назад я решила своих малышей укладывать на ночной сон самостоятельно. То есть я просто присутствовала в комнате, я присутствую, потому что это до сих пор происходит у нас. Я решила начать именно с ночного сна. На дневные сны я все так же укладывала их в коляске, укачивала, и они днем у меня спали в коляске. Все было для меня безумно страшно. Внутри где-то какие-то мои страхи были, но на практике все оказалось намного проще. Я просто в один вечер положила их спать, лежала с ними буквально пару раз, встала, подошла, погладила их по спинке, укрыла одеялком, сказала, мама рядом. То есть я не уходила, я дала им понять, что я там. И что вы думаете? Через полчаса максимум они у меня уже спали. Но у меня детки разные. Амир у меня засыпает практически сразу, Таир у меня танцует по кровати. Но это я так называю, потому что у него кровать слишком шумно, и каждое его движение, оно отдается очень громкими звуками. И слава богу, что на Эмира это никак не действует. Я для себя решила, что раз у меня получилось сразу же, в первый раз, я ни в коем случае не буду отступать. И попробую укладывать их на дневной сон, тоже в кроватке, где-то приблизительно через месяц. Малыши у меня засыпали каждую ночь абсолютно спокойно в кроватке. И вот в один прекрасный день, это приблизительно месяц спустя, может быть чуть больше, это вот в этот понедельник, сегодня пятница, я записываю видео в пятницу это, в понедельник они у меня впервые, впервые за вот все время, как они родились, они у меня проснулись в 8.30, оба, одновременно. Для меня это было как знак какой-то, что, ну, наверное, можно пробовать переход на два дневных сна, ну, на один, прошу прощения. Вот, я решила, что я буду уложить их немного позже, потому что они спали у меня 2 часа, и первый дневной сон у них занимал 2,5 часа, и второй час. То есть, соответственно, это перебор для их возраста, по всем графикам. Я для себя, и Таир у меня просыпался в 6 часов утра, а Эмир спал до 8. Соответственно, когда я их укладывала в 10 часов спать, Эмир еще не сильно хотел спать, он у меня еще полчаса крутился, вертелся, и все. То есть, как бы, потом засыпал, спали они долго, крепко, я укладывала их через 3,5 часа на следующий сон, для того, чтобы как-то сохранить период между снами, чтобы это не было слишком много, и чтобы не было слишком мало, потому что при укладывании, если они не догуляли, будут веселиться, и так же самое, если перегуляли, тоже будет веселье. И вот в понедельник я решила, что я в 12 часов покормлю их, дам им еще полчаса поиграться, и покладу их в кроватку. То есть, у меня, соответственно, дневной сон самостоятельный и переход на один дневной сон совпали. Я, в принципе, хочу сказать, что в первый день у нас прошел где-то полчаса, они не спали. И Мирушка заснул где-то через 15 минут, Таир через полчаса. Но опять же, таки, это с танцами, это с весельем, все как положено. Но потом в определенный момент я вижу, что начинает засыпать уже, и просто не реагирую, не отвечаю. И таким образом он встал, посмотрел, что я есть, лег и все. И вот так вот он заснул. То есть, для нас переход на один дневной сон произошел безумно легко. И теперь вот на протяжении 5 дней у нас и происходит так. То есть, сегодня я их положила спать, и Таир заснул достаточно быстро. Он устал, видимо, потому что он проснулся немного раньше сегодня, где-то в пол восьмого. И поэтому вот он сразу практически заснул. А Мирушка еще чуть-чуть посмотрел на небо, пообнимал одеялко и заснул. Я для себя сделала вывод, что как бы программы программами, ну, любая мама должна смотреть по состоянию своего ребенка. Я видела, что должен быть переход на один сон. Я видела, что им уже это много. То есть, они много спят днем, поэтому они рано просыпаются утром. И сложнее уходят в ночь. Но слава Богу, что мне подвернулась вот такая ситуация, и я ее не упустила. И сейчас они у меня спят. Я укладываю их в ночь в 10 часов вечера, не в 9, как раньше я это делала. И просыпаются они меня в основном в 8-8.30. То есть, для меня эти 5 дней – это просто радость. Я по секрету делюсь с вами, дабы не сглазить. Вот. Я очень рада. И дневной сон у них длится два с половиной, три с половиной часа. То есть, как по мне, они и погуляют, и повеселятся, и есть время успокоиться. Я смотрю, когда они уже начинают хотеть спать, мы быстренько их собираем и кладем спать. Поэтому я надеюсь, что вам это видео было полезным. И хочу дать один совет мамочкам. Не спешите. Наблюдайте за своими детками. И я очень хочу пожелать вам, чтобы ваш переход на один сон был настолько же легким, как и у нас. Ну и самое главное – здоровья всем. И мамам терпения. До скорых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать оповещение о наших новых видео. И до скорых встреч. До свидания.